Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня достаточно необычная тема у нас будет, да? Тема, посвященная гиперсексуальному поведению, то есть когда у людей идет отклонение от нормы, да? И люди начинают жить как бы с постоянным сексуальным желанием. Может это производиться, значит, происходить у мужчин, может это происходить у женщин, такое отклонение от нормы, да? И, соответственно, чем это характерно? Это не нужно путать просто с повышенным лебедом, да, каким-то, ну там минимальным там каким-то, да, когда это все-таки в пределах каких-то рамок. То есть если у человека просто высокая такая как бы фертильность, у женщины, да, например, допустим, что-то такое, то это не сопровождается постоянной навязчивой идеей о сексуальном контакте. Также, соответственно, это не мешает разрядке, так как у людей с гиперсексуальным, да, поведением, они говорят о том, что очень сложно либо получить сексуальную разрядку, либо после того, когда они получили эту сексуальную разрядку, да, после там, допустим, мужчины после автоэвакуляции, или там у женщины после того, как стенки облагалища сократились. То есть, соответственно, появляется, ну, через короткий промежуток времени или сразу же тоже самое сексуальное возбуждение, которое, в принципе, и предшествовало половому аму. То есть совершенно нет никакого как бы ослабления этого сексуального возбуждения. И так как мы сегодня с вами говорим здесь об этом, у меня на работе, то хотелось бы, как вам сказать, подчеркнуть именно вот эндокринные причины этих вопросов. А потом мы еще с вами психологические разберем, которые, конечно же, стоят у нас тоже не, ну, так скажем, не являются последними. Смысл в чем? Смысл в том, что в первую очередь нужно рассматривать различные гипофизарные нарушения опухоли гипофиза, которые, как правило, соответственно, приводят к повышенной, вследствие чего повышается как бы у нас ЛГ, ФСГ и, соответственно, выработка тестостерона, после чего, да, повышается. И так как тестостерон является таким и психостимулятором в плане сексуальной активности, у нас повышается сексуальная активность. Также надо не забывать, соответственно, о приеме гормональных средств, которые, в свою очередь, тоже могут стимулировать так или иначе сексуальную активность. И здесь я бы оговорился еще вот о чем. Нужно не забывать о том, что так или иначе, вот длительный период нахождения в гиперсексуальном состоянии, когда человек не может снять это напряжение, многие для этого начинают использовать какие-то наркотические средства, или кто-то прибегает в силу того, что это может отвлекать, да, нас от подседневной жизни, то есть это становится навязчивой идеей, навязчивой потребностью. Соответственно, для того, чтобы купировать, как бы, вот эти вот приступы гиперсексуальных, навязчивых состояний, люди прибегают к сильно действующим каким-то седативным препаратам, что, конечно же, печально сказывается на психическом состоянии. И вот я это что хотел подчеркнуть. Когда мы длительное время, да, находимся на, соответственно, вот в таком состоянии, наша психика меняется. Меняется она бывает безвозвратно фактически или, ну, самостоятельно, по крайней мере, без помощи, да, какого-либо медицинского лица. Содернуть вот это вот состояние нормы уже сложно. Человек привыкает, как бы, да, адаптируется к, соответственно, постоянному вот этим вот возбуждению вот этому. Плюс еще, соответственно, дофаминовая система переходит на то, что мы привыкаем получать вот все позитивные гормоны, да, гормоны счастья, радости. Мы привыкаем получать только из, соответственно, гормона из сексуальной активности. То есть без сексуальной активности придумать себе какое-то занятие, получить выброс стопонина, творчество там или еще чего-то для человека достаточно сложно. Поэтому лечение гиперсексуальности происходит, соответственно, только, так скажем, под присмотром врача, врача-эндокринолога, врача-психотерапевта, потому что причин очень много. И, как правило, не просто как правило, а это состоит, то есть из эндокринной системы, да, причин, завязанных на эндокринной системе, уже как следствие у нас различные психиатрические, психологические состояния наступают. Такая вот тема, дорогие друзья, о гиперсексуальности. Дорогие друзья, хотелось бы сказать, что подобные состояния часто распространены. То есть если вам кажется, что это может не коснуться вас, это может не коснуться ваших близких, или это какая-то смешная такая тема, да, ну, типа можно посмеяться, как-то пошутить и забыть про это, то на самом деле нет, потому что на сегодняшний день в группе риска находятся женщины, использующие, соответственно, противозачаточные, имеющие склонность, допустим, к шизофрении, да, к примеру, или родственники у вас там были шизофрении. То есть, соответственно, вот при таком, да, наложении, когда накладываются вот эти вот шизофренные вещи, да, генетические всякие, всякая наследовательность на то, что вы принимаете гормоны, пожалуйста, можно данное заболевание себе наработать. Относиться к этому нужно, ну, достаточно с пониманием, достаточно серьезно, просто по той причине, что, ну, грубо говоря, это может коснуться каждого, на самом деле никто не застрахован, а состояние очень неприятное, фактически, как у наркомана возникает у людей ломка, и, соответственно, им нужно осуществить вот этот контакт, и, который бывает просто осуществить, ну, просто невозможно в той чистоте, в которой, соответственно, людям это требуется. Дорогие друзья, с вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и я всех вас жду на своих онлайн-консультациях. Субтитры сделал DimaTorzok